Радио Тагила отмечает 90-летие. Его история началась в 20-е годы прошлого века, когда Урал, как и всю страну, захватило радиолюбительское движение. Именно в этот день, 13 апреля 1928 года, состоялась трансляция первого номера местной радиогазеты. Слушатели прислали множество положительных отзывов. С тех пор обо всем, что происходит в Нижнем Тагиле, можно узнать в радиоэфире. Вы слушаете Радио Тагила. Сегодня день юбилея, и это прекрасный повод вспомнить все самое интересное, что происходило на радио Тагила в разные годы. Мы всегда были в гуще событий. Без нас не обходилось ни одно, будь то конференция профсоюзная, партийная, комсомольская, или пуск нового завода, домная и прочее. Вот в этом был самый главный интерес. Ну, среди передач той поры самое у меня любимое было «Доброе имя тагильчанина». Предложили радиослушатели, кстати. И вот, ну, это такие где-то пятиминутные радиоочерки о хороших наших людях. Репортажи журналистов Радио Тагила давали возможность тагильчанам рассказать о том, что их волнует, и тем самым изменить жизнь горожан к лучшему. Главный девиз – это было постоянное внимание тагильчанам. Именно быть как можно ближе к людям. И не случайно у нас была рубрика, я вот об этом не сказала еще, а у нас во дворе. Мы приходили к людям прямо во двор. Как они живут? Вот это вот наш был прямо девиз такой – ближе, ближе, как можно к тагильчанам. Что их волнует? Голоса радиоведущих становились родными для многих тагильчан. Но как выглядит человек, ведущий радиопередачи, знают немногие. Порой из-за этого с радищиками происходят курьезные ситуации. Я пришла в поликлинику на прием, и врач записывает имя, фамилию, потом поднимает глаза и говорит, ой, да вы Оксана Марочкина, а мы вас слушаем по радио каждый день, так приятно вас лично увидеть. Ну, мне тоже было приятно, конечно, это услышать, потому что все равно как-то работаешь, работаешь, ты же не видишь, для кого ты работаешь в глаза людей. А вот здесь так приятно было. Для многих журналистов города радио Тагила стала настоящей школой профессионализма. Во-первых, хочется сказать, что радио Тагила – это прекрасная профессиональная школа для роста любого журналиста, потому что радио чем отличается? Оно отличается тем, что слушатель нас воспринимает только по нашему голосу, по тому, как мы доносим информацию. Визуальной картинки нет. То есть основной акцент здесь на то, что мы говорим и как мы говорим. Поэтому это заставляет любого журналиста, который работает на радио, работать над своим произношением, грамотностью речи еще в более повышенном качестве. Все, кто работал на Тагильском радио, с теплотой вспоминают дружный коллектив. Я очень благодарна и коллективу, с которым удалось поработать, и самому радио Тагила. Так что я надеюсь, что сто лет мы тоже встретим вместе. Современное радио Тагила остается в гуще событий и идет в ногу со временем. В планах новые передачи и новый формат вещания. Радио Тагила исполнилось 90 лет. И мы, как и прежде, выходим в эфир для своих постоянных радиослушателей, готовим интервью, передачи, новости. И хочется в такой праздник поздравить всех настоящих сотрудников радио Тагила, всех бывших сотрудников радио Тагила. Всех помним, всех любим. И хочется сказать, слушайте радио Тагила. До встречи в радиоэфире.